Привет, девчонки! С вами Наташа. Я решила немного разбавить свой контент и добавить рубрику, которая у меня была ранее. Стиль звезд. Я буду чередовать стиль звезд и обзоры. Я подумывала сделать один влог в месяц. Если они нужны, обязательно пишите в комментариях. Я знаю, вас мало, но ради вас буду делать. Если комментариев в пользу влогов не будет, значит я пойму, влоги не нужны. А кто на моем канале впервые, приглашаю вас подписаться. У меня интересно. В этом видео мы с вами посмотрим, как изменялся стиль Блейк Лавли, начало ее звездной карьеры и по сегодняшний день. Кто такая Блейк Лавли? Американская актриса и фотомодель, наиболее известная благодаря роли Сирены Ван дер Водсен в сериале «Сплетница» в 2007. Стиль девушки заметно менялся с ростом ее популярности и гонораров. Заметный старт у Блейк произошел в 2005 году в фильме «Джинсы и талисман». В тот момент Блейк было почти 18 лет. Она сыграла одну из четырех главных ролей. Фильм понравился зрителям и получил продолжение в виде второй части. В этом фильме еще можно увидеть дно звезды Дори на пластике. В 2006 году на экраны вышел фильм «Элвис и Аннабель», где актриса исполнила главную женскую роль. Игру актрисы вновь отметили критики. Некоторые даже назвали эту драматическую роль прорывом. Но на этом все. Урагана славы и признания не произошло. Настоящая слава пришла к Блейк в 2007 году, после того, как она начала сниматься в популярном сериале «Сплетница». Весь мир знал Блейк как исполнительницу роли Сирены Ван дер Водсен. Именно «Сплетница» стала трамплином Блейк в большое кино. И с этого года на Блейк посыпались рекламные контракты, известные романы, среди которых кратковременным был роман с Леонардо Ди Каприо. И чуть позже, в 2010 году, она познакомилась с Райаном Рейнольдсом на съемках фильма «Зеленый фонарь». После этой судьбоносной встречи осенью 2012 года появилась неожиданная новость. У Райана Рейнольдса и Блейк Лавли состоялось тайное венчание, а уже через год стало известно о ее беременности. В 2013 году Блейк – одна из самых стильных звезд Голливуда. Частая гостья светских мероприятий, муза великого кутюрье Карла Лагерфельда и лицо рекламных компаний Ченнел и Гуччи. 16 декабря 2014 года актриса родила девочку. С этого года по 2016 год. Такое легкое социальное затишье. И в 2016 году появилась вторая дочка. В 2017 году, можно уже посмотреть по фотографиям, что имея уже двух дочерей, она очень неплохо выглядит. Сама Блейк, впрочем, постоянно твердит, в этом мире нереальные стандарты красоты. И все должны знать то, что люди видят на красной дорожке, и есть настоящая она. Выглядеть так ей помогает целая армия помощников. И своим дочерям она собирается показывать все стороны жизни. Она говорит, что знает, чему они будут подвергаться и что будут видеть, подрастая. И для нее очень важно, чтобы дочери знали, что это не настоящая жизнь. Она хочет, чтобы они видели обе стороны, а не только одну. Ну, я так полагаю, она имеет в виду эти фотографии. В 2018 году Блейк произвела настоящий фурор своим выходом на Медгала. Что такое Медгала? Это ежегодное мероприятие по сбору средств в пользу Института костюма Метрополитен музея в Нью-Йорке. Каждый год мероприятие празднует тему выставки Института костюма. Выставка задает тему для вечернего платья. Гости должны выбрать свой образ сами в соответствии с темой выставки. Звезда рассказала, что на создание ее платья, соответствующего дресс-коду мода и католицизм, ушло свыше 600 часов работы. В итоге по ступенькам Метрополитен музея Блейк прошла в роскошном платье, созданном одной из хозяек вечера, Донателло Версачи. Наряд в бордово-золотистой цветовой гамме украшал длинный шлейф, ручная вышивка и полудрагоценные камни. Босоножки специально к этому образу создал Кристиан Лабутен. Ювелирный дизайнер Лорейнс Шварц придумала украшения, которые стали финальными штрихами к наряду, в том числе и оригинальный обруч, который поддержал тематику вечера и сделал супругу Райана Рейнольдса похожей на настоящую богиню. В конце 2019 года у Блейк и Райана родился третий ребенок. На фотографиях уже 20-го года видно, что она не успела прийти в форму. Три ребенка, это вам не шутки. В черном бархатном платье был ее первый выход после третьего ребенка. В 2022 году уже чуть похудевшая Блейк блистала на модном показе Майкл Корс. Нежно-голубой тройки, состоящей из кроп-топа, юбки миги и блейсера. Длинные светлые локоны она уложила волнами, а в качестве яркого штриха использовала помаду насыщенного красного цвета. Очень интересный прием, красная помада перекликается с подошвой ее лабутенов. В этом году Райан Рейнольдс и Блейк Лавли вместе появились на премьере фильма «Проект Адам» в Нью-Йорке. Блейк выбрала платье в модных трендовых цветах. Девушка не просто так считается одной из икон стиля. В ее копилке много стильных сочетаний. Давайте посмотрим на лучшие образы Блейк по версии ВОК. После роли в сериале «Сплетница» за Блейк Лавли закрепился статус иконы стиля, а модные издания начали сравнивать ее с Кэрри Брэдшоу. Гардероб актрисы поражает разнообразием. В связи с этим может показаться, что у Блейк Лавли вовсе нет собственного стиля. Но это впечатление обманчиво, ведь если обратить пристальное внимание на образы звезды, то можно увидеть, что все же в ее стильных предпочтениях существует закономерность. Брючные костюмы, насыщенные цвета, активные принты, подчеркивание силуэта и много белого. Спасибо, что посмотрели до конца. Буду признательна за лайк и комментарий с идеями к следующему видео. До новых встреч, девчонки!